Бал медалистов прошел в заводском районе города Саратова. Здесь на одной сцене собрались те, кто показал лучшие результаты в учебе. Всего 43 выпускника. Каких наград удостоились лучшие из лучших, расскажет наш корреспондент. Нагрудный знак главы муниципального образования города Саратов за особые успехи в обучении. В этом году вручается впервые. Для Анастасии Ефремовой еще одна награда за отличия в учебе. Ранее девушка получила нагрудную медаль губернатора области. Анастасия на протяжении 11 лет училась только на 5. И проблем с изучением предметов, по ее словам, никогда не возникало. Единственное, за что боялась уже выпускница, не сдать ЕГЭ. ЕГЭ, безусловно, тяжело удалось, потому что первый год, когда вели камеры, очень строгое наблюдение было, в моральном плане было тяжело. Ну, а если ты учишься, если стараешься, прикладываешься за дня в день усилия, то оно, естественно, дается тебе легко. И какие-то отдельные предметы прям особенно мне легко отдались, как русский, например. Бал медалистов в заводском районе в этом году стал одним из рекордных по числу участников. Поздравления и подарки получают 43 выпускника. Среди них 16 ребят, которые были награждены за наивысшие баллы по ЕГЭ нагрудным знаком от главы Саратова. Еще 6 выпускников получили почетные знаки губернатора. По словам депутатов, эти школьники – будущее нашего города. И им уже через несколько месяцев предстоит сделать следующий шаг во вступление во взрослую жизнь. Вы говорите, детям, до свидания. Вроде бы грустно, но на самом деле все только начинается. Ребят, вы уже научились в школе трудиться. Трудиться так, что вы получаете медали. Это очень-очень здорово. Именно с этим багажом вам будет легче идти по жизни, потому что жизнь всегда любит и улыбается, и дарит подарки тем, кто умеет трудиться. Своей главной школьной наградой – золотые и серебряные медали – эти отличники получат уже осенью. Также им будут выданы аттестаты с золотым и серебряным тиснениями. Эллада Бжалимова, Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Продолжение следует...